В этот день 22 февраля родились. Маршал Леонид Горов, он принимал участие в разработке плана по прорыву блокады Ленинграда. Владимир Адрианов, русский военный картограф и художник, автор рисунга герба СССР. Удивительно, но автором пролетарского герба СССР считается царский офицер. Владимир Адрианов родился в Петербурге в 1875 году. Окончил кадетский корпус и военно-топографическое училище. До революции Владимир Николаевич трудился в генштабе, параллельно занимаясь изобретательством. Например, в 1907 году Адрианов изготовил военный компас с фосфорицирующей подсветкой. Его назовут в честь изобретателя «компасом Адрианова». Уже после революции Владимира Николаевича, как опытного картографа и издателя, поставили руководителем художественного репродукционного отдела «Гознака». Там Адрианов создал много вещей, которые стали первыми в истории страны. Первый атлас СССР, первый рисунок советского червонца, облигация государственного займа первой пятилетки. И, конечно, герба СССР. Он включился в работу, когда было готово несколько эскизов герба, но от себя предложил добавить изображение земного шара. Оно символизировало, что доступ в Советский Союз открыт всем. Именно Адрианов собрал всю композицию вместе. В этот день, 22 февраля 1653 года, началась церковная реформа патриарха Никона. В ходе нее была унифицирована обрядовая традиция русско-православной церкви. Патриарх Никон – фигура, вызывающая противоречивое о нем суждение. Бесспорно, характеристика дана историкам Костомаровым. Патриарх Никон – один из самых крупных, могучих деятелей русской истории. Человек, проведший одну из последних коренных реформ церкви. На вершине его жизненного пути в его руках было не меньше власти, чем у государя. Что же заставило патриарха перейти от обычного от Руси двуперстия к троеперстному знамению? В середине XVII века Москва стремительно сближалась с Константинополем, греческим патриархатом. Сам патриарх Паисий, будучи в гостях у русского царя, предрекал ему «Да будешь и новый Моисей, да освободишь и нас от пленения». Имелось в виду, конечно, освобождение от власти турок-османов над Царьградом, истока русской православной культуры. Мысль о том, что Москва – Третий Рим, казалась уже всем очевидной. Сам патриарх в 50 километрах от Москвы начал строительство Ново-Иерусалимского монастыря, в котором все должно было напоминать о святых землях. Реку Истру там переименовали Вюартан, впадающий в нее ручей в Кедрон, холм назвали горой Сион. Главный собор монастыря, Воскресенский, должен был повторять очертания знаменитого храма Гроба Господня. Москва жила уже мыслью слияния с единоверцами с востока. Потому патриарх вознамерился провести унификацию русского церковного обряда с греческим. Вот и появилось строеперстие, крестные ходы против Усалонь, Иисус с двумя буквами И, а не Иисус, как раньше. Реформа гладко не прошла. Некоторые книжники, в том числе из патриаршего круга, выступили против. С этого и началась история раскола, тяжелого наследия этих перемен. Сам патриарх в 1666 году на соборе подвергся опале и был сослан в Ферапонтов монастырь. Но с тех пор лик церкви навсегда переменился. 22 февраля 1709 года у Красного Кута русские войска едва не взяли в плен Карла XII Шведского. В 1708 году шведская армия вторглась в малороссийской губернии. Руководил походом лично Карл XII. Зимой шведы встали на квартиры к востоку от Киева. Но постоянные на миге русских нервировали короля. Карл с отрядом выступил с целью оттеснить с Киевов, как он говорил. Подальше на восток. Шведы наткнулись на русских в районе села Красный Кут. Успешно атаковали авангард, состоявший из драгунов. Карл так увлекся погони, что не заметил того, как сам попал в засаду. На помощь драгунам подоспел генерал Рене. Скандинавов смяли и началось отступление. И только Карл XII так разгорячился, что остался биться с небольшим отрядом телохранителей. Когда король понял, что может умереть, то заперся в небольшой мельнице. Генералу Рене предложили расстрелять укрытие Карла из пушек, но полговодец отказался. Того не позволяет честь русская. За это решение Рене потом хвалил лично Петр I. Шведы же к вечеру отбили короля, который не показал такой же чести. Приказал сжечь село Красный Кут, а всех жителей выгнать на мороз. Возмездие ждало Карла под Полтавой. До него оставалось меньше полугода. 22 февраля 1966 года был запущен спутник «Космос-110» с собаками, ветерком и угольком на борту. В этот день 1968 года была открыта первая в Западной Антарктиде советская полярная станция Беллинсгаузен. Она получила свое имя в честь русского первооткрывателя Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена. Таким был этот день 22 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова